По вашему мнению, можно ли уже, а, об этом говорить, б, на самом деле, он хотел владеть этой самой Грузией, и, в, как будут дальше развиваться события? Не вопрос прогноза, а вопрос анализа. Что вы видите сейчас? Да, противо уже давно потерял весь мир. Ну, просто, почему-то не так долго осталось на этом свете. Поэтому, на самом деле, анализировать с точки зрения, что там Путин потерял, а что он приобрел, это уже не играет никакой роли. Не материальным, не ковном, не геополитическом плане. Это все очень быстро заканчивается весь этот период. Гораздо интереснее, что будет происходить после этого. Потому что здесь действительно будущие отношения России с Грузией, с Украиной, с Казахстаном, с Соединенными Штатами, с Европой, с Польшей, я не знаю. Можно очень долго перечислять. Вот это вот является интересным. И я много раз это говорил в эфире, и с тобой, когда мы говорили, то есть я про это говорил, что я не считаю, что вообще существует что-то такое незыблемое. все страны проходят периоды и вражды, и конфронтации, и, по-моему, там, вера и любви. И в самом по себе существовании стран не является вечным. То есть сейчас это одни границы, завтра это другие границы. Сегодня это одни предпочтения у населения, завтра это другие предпочтения у населения. Поэтому я, конечно, считаю, что надо просто стремиться к тому, чтобы вот этот период вот этих взаимных потерь максимально быстро бы закончился. И это касается не только Грузии, но и Украины. Продолжение следует...